Конечно, если мне надо объявить, то давайте я объявлю. У нас сегодня Николай Проскурин, насколько я понимаю, стажер нашей лаборатории. Правильно понимаю? Формально вроде уже нет. А, уже нет, да, ну ладно. Значит, я уже... А вы сейчас где? В вышке по-прежнему пока? Да, вышке в магистратуре в современных компьютерных науках. Ясно. Ну, название видно на экране. Значит, давайте про пороговые функции для... Что такое Decision List? Это, надеюсь, сейчас Николай объяснит. Да, конечно. Дай вам слово. Да, спасибо. Собственно, доклад будет по статье, которая на слайде видна. Это совместная статья моя с Владимиром Владимировичем Батульским на конференции, которая тоже на слайде видна. Конференция то ли вот-вот закончилась, то ли даже еще идет. Собственно, доклад был где-то позавчера, я представил. Соответственно, вряд ли доклад получится слишком долгий. Это, конечно, слайдов немного добавил. Стараюсь поподробнее. Какие-то детали рассказать помедленнее. Но... Ну, ничего, мы если что спросим, вы не волнуйтесь. Это да. Вот, ну давайте тогда начнем. Вот. Собственно, да, доклад в основном про полинальные пороговые функции. В английском polynomial threshold functions. В русском вроде еще есть название персептрона. Я не очень уверен, насколько она часто употребляется. В общем, идея в том, что у нас есть булевая функция, и мы ее хотим выразить многочленом. И в данном случае мы хотим, чтобы знак от многочлена совпадал со значением функции. Соответственно, если этот многочлен имеет степень d, то мы говорим, что ppf тоже имеет степень d. И еще, если так вышло, что у многочлена целочисленные коэффициенты, то мы говорим, что можно ввести понятие веса, и мы его даем как сумму модуля коэффициентов. Тут требование к целочисленности нужно, потому что если мы его не введем, то мы можем домножить многочлен на любую положительную константу, получить произвольный вес. Это определение более-менее бессмысленно. Вот, соответственно, это как-то фиксирует определение. Вот. Ну и ppf в целом достаточно полезная вещь. Много где применяется в теории вычислений, в теории обучения и так далее. Вот изначально мотивация этой статьи шла скорее из теории обучения, но про это я еще позже скажу. Ну вот в целом их можно рассматривать в некотором смысле обобщения, наверное, приближающих многочленов, потому что ну, есть очевидно, что igual функции можно выразить многочленом, и следующее обобщение, что ее можно приблизить многочленом, а следующее, что ее можно знаком приблизить, потому что приближающий многочлен очевидно также является ppf для самой функции. И иногда получается, что и степень, и вес могут быть заметно меньше. Ну и, соответственно, в рамках нашей работы мы как раз были заинтересованы в том, чтобы выразить класс булевого функции с помощью PPF небольшой степени или небольшого веса. И, соответственно, класс, который мы выражали, это как раз разрешающие списки. Вот, в разрешающие списки это, в целом можно сказать, что последовательный спар и бит, и работает она примерно следующим образом. Можно рассматривать как вид вистое выражение if else, если то. Соответственно, мы говорим, если у нас первый литерал выполнен, то мы возвращаем b1, иначе, если второй литерал выполнен, то мы возвращаем b2 и так далее. Ну и в конце есть еще одна видка else без условия. Вот, еще также можно рассматривать как частный случай разрешающего дерева. Тогда у нас просто дерево идет в одну ветку справа, ну или слева. Ну да, то есть элиты это именно литералы. Элиты, да, в данном случае литералы. В целом, как под разрешающими списками часто много вещей рассматривают иногда. Ну, у вас всегда будут литералы. Ну, у нас литералы, да. Вот, ну иногда, да, там условно есть какое-нибудь понятие к разрешающего списка. Тогда мы тут можем подставлять не литерал, а там ом-конъюнкцию из не более чем к литералов. Вот, ну и другие разные вообще не то, что существуют. Ну, очень естественно, линейные функции просто подставлять. Ну, да, такое тоже есть. Но это, наверное, самая простая версия. Вот, ну разрешающие списки, понятно, тоже встречаются. Собственно, вот изначальная мотивация была какая, что из статьи, в котором требовалось бы на ОСД выражать разрешающие списки с помощью ППФ, что, ну, несложно понять, что разрешающие списки обобщают конъюнкции и дизюнкции. Соответственно, надо подставить везде в значениях либо только минус единицы, либо единицы, ну, кроме последнего где-то что-то такое. Вот, и, ну, конъюнкции и дизюнкции достаточно простые классы. Их можно легко выучить во многих моделях, в том числе, когда на второй работе рассматривались онлайн-обучения, когда задаются вопросы, модель должна выдавать ответ, и она как можно быстрее должна понять, что за функция, и при этом дать как можно меньше неверных ответов. Вот, и утверждается, что в этой модели для конъюнкции и дизюнкции есть эффективные алгоритмы, где и ошибка уверенной работы ограничена полиномом, а для разрешающих списков существование это открытый вопрос, вроде даже до сих пор. Вот, и один, собственно, из подходов был попробовать выразить разрешающий список помощи ППФ, потому что существование хорошего ППФ лечет от существования хорошего алгоритма. Давайте я пример приведу. Это важный пример, нам еще пригодится, называется отмаксбит. Если функция равна единице, точнее минус единице, тогда и только тогда, когда самый правый единичный бит стоит в несчетной позиции. И, соответственно, это понятно, мы можем просто посмотреть на биты справа налево, ну и если вы видели единицу, то берем четность в позиции. Вот просто разрешающий список. Следующая идея была в том, что вот если у нас есть разрешающий список, его всегда, на самом деле, можно выразить линейный ППФ, то есть ППФ в степени 1. Что нам для этого потребуется? Тут я обозначение ввел вспомогательное, это архитметизация литерала, называется. Это по факту, как превратить литерал в многочлен. То есть мы берем литерал, если это переменная, то оставляем, а если это отрицание переменной, то превращаем в x-1. Ну, непонятно. Вот. И вот такая вот ППФ, она утверждается, что выражает любой разрешающий список. Соответственно, параметры у нее это б и литералы. Соответственно, тут идея простая, что мы просто выбиваем абсолютное значение каждого слагаемого. Соответственно, если у нас, допустим, вот это слагаемое, это первое, которое встретилось, то все вот здесь слагаемые равны нулю. Ну, а что здесь происходит, нам не очень важно, потому что знак будет определяться вот этим слагаемым. Ну, потому что его абсолютное значение больше, чем сумма в силах этих, а знак умного равен bh-1. Вот. Соответственно, с точки зрения степени это наиболее оптимальное ПФ, ну, а с точки зрения веса она, скорее, наоборот, наиболее не оптимальна, потому что вес у нее экспоненциальная на длину. Вот. И, соответственно, основная идея, мотивация работы была, что, возможно, мы можем сделать трейдов между степенью и весом, и если мы немного погнизим вес, точнее, если мы, наоборот, немного повысим степень, то, возможно, нам удается сильно сократить вес. Соответственно, вот. Давайте я тогда к результатам перейду. Вот, собственно, работа, о которой я изначально говорил, в которой первый важный результат при разрешающей списке был получен. Это Clivens и сервере в 2006 году. Вот. Они, собственно, как раз идеи стрейдов мы ввели, что мы можем взять разрешающий список и зафиксировать параметр rush, и, соответственно, до некоторого момента мы можем повышать степень, и, соответственно, здесь можно заметить, будет падать вес. Вот, с некоторого момента N делить на H падает, а второе слагаемое растет. И, соответственно, наш основной первый результат – это улучшение их оценки. То есть можно заметить, мы в степени убрали логарифм, и весь в экспоненте тоже в одном месте убрали логарифм. Собственно, с одной стороны, может показаться, что это не очень важно, но, во-первых, чтобы не пугаться от этого страшного выражения, можно заметить, что вот для не очень больших D, почти для всех до 1,3, на самом деле, выражение достаточно простое. Просто N делить на D квадрат. Ну и оно, на самом деле, оптимально, потому что вот для лодмакс бита, который раньше был представлен, на самом деле лучше сделать нельзя. То есть если PPF имеет степень D, то она должна иметь хотя бы такой вес, там с точностью до константа в экспоненте. Соответственно, вот. И следующие два результата – это некоторое обобщение понятия. Соответственно, до этого мы говорили, что… Даже не так быстро, мы просто не успеваем ничего впитать. Можно следующие еще это самое? Да, конечно. Значит, правильно я понимаю, что вот ваша теорема 1 вместе с результатом Биглова показывает, что вот при таких D, ну вот N на лог N в степени 1,3, ваш результат оптимальный. То есть ничего тут уже улучшить нельзя, да? Да, все так. Ну, да, константы. Константы здесь, скорее всего, сильно разнятся. А для больших D может быть и не оптимально, да? Для больших D сложно все. Вот почему-то именно N в степени… Ну, здесь N в степени 1,3 чуть-чуть не дотягивает. То есть если подставить 1,3, здесь логарифм еще возникнет. Будет чуть не оптимально. Ну, то есть там будет N в степени 1,3 на логарифмах, кажется. Вот. А N в степени 1,3 – это какая-то точка перегиба неожиданно. Ну, то есть можно заметить, что вот обе эти оценки, они вот примерно… Короче, когда степень растет до 1,3, вес уменьшается. А вот после 1,3 вес и степень растет, и вес увеличивается. То есть увеличивать дальше, чем N в степени 1,3, смысла особо нет. Соответственно, эти оценки становятся неоптимальными. А скажите, конкретно для вот Максбита оценка Биггл оптимальная? Там и верхняя такая же будет? Для D больше 1,3? Ну, вообще нет. А вообще для любого D, вот для вот Максбита, правда ли, что для любого D можно построить этот ПТФ, у которого вес будет экспонент от N разделить на D квадрат? Или это неправда? Ну, вот до вот этого D, наша теорема говорит, что это правда. Ага. А выше? А выше интереснее. Там изначально была доказана после 1 еще оценка, что это так же верно, что можно подставить корень из N делить на D. И для N степени, ну вот если D больше, чем N степени 1,3, то это лучше становится. А недавно, вот совсем-совсем недавно, чуть ли не в декабре этого года, появилась заметка, что можно здесь просто поставить N степени 1,3. Для любых D больше N степени 1,3, что ли? Нет, просто вот типа любая ППФ от Максбит требует вес 2 в степени N степени 1,3. А, это нижняя оценка. Нижняя оценка, да. Соответственно, она ничему не противоречивает, но это несколько неожиданно, потому что вот для, собственно, другой конструкции, сильно отличающейся от конструкции Клавенца и Сервидио, собственно, не существовало. Как-то более-менее все думали, что она должна существовать, а выясняется, что возможно нет. По крайней мере, на этом домене 0,1. Если мы перейдем на домен минус 1, 1, там есть какие-то результаты. Но там заметно проще становится все. А W означает сумму всех коэффициентов, да? Сумму модулей, да. Ага, сумму модулей, ага, понял. Вот, так что, собственно, получается два сильно разных случая. Ниже N степени 1,3 больше. Ну и вроде кажется, что на самом деле, если этот результат про 2 степени N,1,3 верен, то более-менее лучше нельзя, нельзя сделать. Так что, наверное, так. Давайте я тогда к следующему перейду, если с этим я как-то более понятнее стало. Вот, собственно, следующий результат – это про некоторые обобщения. Тут идея в том, что, возможно, мы хотим выражать функцию не на всем множестве входов, а на каком-то ограниченном множестве. Вот здесь, на ТР, выбираем множество, которых вес ограничен еще одним параметром К. Собственно, К может быть константой, К может как-то от Н зависеть. Вот это отдельное множество. И идея, идея это две. Во-первых, это достаточно, естественно, вроде как должно в машинном мужчине возникать. В плане, что у нас есть признак категориальный, и мы его хотим просто вектором значений закодировать. В плане, что 1, если категория присутствует, то 0, если категория отсутствует. То, что ванхотт-кодиком называется. Ну и часто может возникать, что на самом деле категории очень много, а активных категорий не очень много, может быть, одновременно. Ну и тогда получается, что у нас К сильно меньше Н, и, возможно, тогда имеет смысл рассматривать именно для этого множества. Возможно, мы сможем гораздо лучше ее сполучить. А также недавно такие вот множества начали активно возникать независимо просто при приближении булевых функций, в частности, НТР-работах шерстового НТР для приближения симметричных булевых функций. Изначально нужно было приближать функции на подобных множествах, а потом из этого получался результат на всем множестве. Так что смысл рассматривать есть. И, соответственно, у нас есть два результата на эту тему. Первая – это верхняя оценка. И тут она заметно проще, что мы можем… Тут уже трейдов и нет, то есть мы конкретно фиксируем параметры от К. У нас получается степень корень низка и вес Н степени корень низка. Вот. И, собственно, как раз в ситуации, в которой я говорил, что если К сильно меньше Н, это может оказаться достаточно хорошо, потому что у нас степени нет в зависимости от Н вообще. А весе у нас в зависимости от Н полиминальная. Соответственно, если К на ТР константа, то из этого можно получить эффективный алгоритм для обучения разрешающих списков. Ну, понятно, что достаточно ограничено множество получается, если К константа, но тем не менее. Вот. Соответственно, нижняя оценка – это ответ на следующий вопрос. «Можем ли мы в этой степени попробовать понизить параметры еще сильнее?» И вот ответ, что на самом деле не можем. То есть если у нас К достаточно большое от D, на самом деле вот примерно такой же, то есть тут константы отличаются, то оценка Бейгеля снова верна даже вот на таком множестве. и нам снова нужно 2 в степени Н делить на D квадрат вес. То есть он снова становится экспоненциальным от Н. Сейчас, а вот что-то уже стало непонятно немного. Нигде тут размер самого decision list не участвует. А разве не любую функцию можно вычислить decision list? От одного литера? Ну, в плане вот в том варианте, который я давал? Нет, точно нет. То есть это слабее, чем просто эти самые деревья разрешения? Да, ну это, я говорил, что это разрешающее дерево, в котором просто вычисления в одну сторону все время идут. А, а чтобы вычислить любую функцию, там нужно все-таки это самое, оно сбалансированное должно быть. Ну, можно пытаться подставлять вместо литералов интерконъюнкции. Кажется, если вот начинать подставлять туда конъюнкции размера N, то мы просто получим разрешающее дерево. Должны получить. Угу. Ну, а это заметно более сложная модель тогда становится. Вот еще там варианты предлагали, если теперь подставить туда вот разрешающий список, туда подставить это линейные пороговые. Такое тоже можно сделать, но я не уверен на практике, что оно все равно что в функции выразит. Угу. Нет, здесь я считаю, что размер разрешающего списка все же реально. Ну, потому что, типа, если у нас не встречается... Ну, у нас же каждая литерал, это просто переменная. Соответственно, если у нас в разрешающем списке не встречается какая-то переменная, ну, мы можем просто область значения, ну, определения сузить. Я просто не понимаю, не имеет смысла спрашивать одну и ту же переменную два раза, да? У вас кажется, нет. Он даже не имеет смысла спрашивать переменные ее отрицания. Ага, понятно. Потому что в какой-то момент, ну, на какой-то из этих ответ будет «да». Угу. Так что, да, переменную можно считать, что один раз входит. И можно считать, что каждая переменная входит ровно один раз. Или мы просто вот здесь можем уменьшить на количество переменных, в котором в листе есть. Угу. Вот. Давайте я тогда к доказательству перейду. Соответственно, первое доказательство – это про общий случай. И чтобы перейти к нашему доказательству, оно сильно опирается на оригинальную стратегию приближения. Так что я тут коротко опишу. Вот, собственно, первый шаг – это работа Clivens и InserVideo. Что они сделали? Они взяли разрешающий список и просто разбили… Не знаю, по-моему, просто ее промотать здесь быстро. Вот, просто они взяли и разбили вот эти пары на последовательные отрезки. Ну и понятно, что каждый последовательный отрезок на самом деле тоже разрешающий список. Вот только что разница, что вот этот бит может быть нулю равен. Но это не дает большой разницы, поэтому можем считать, что мы просто разбили список на множество подсписков. Вот, и мы хотим потом каждый подсписок приближать отдельно. Соответственно, да, вот мы имеем подсписки, каждый подсписок мы приближаем отдельно, тоже с помощью полинальной пороговой функции. А затем мы каждому многочлену подставляем, подбираем потом правильные коэффициенты и говорим, что это приближение для оригинального списка. Соответственно, тут, получается, две большие части в этой схеме. Вот, второй шаг – это внутреннее приближение, как они называют, а третий – это внешнее. Соответственно, когда мы уже список возвращаем, приближение подсписков. И внешнее приближение мы не трогаем, по большей части, и занимаемся внутренним. А внутреннее приближение работает немного по-другому. Вот. Вот тут нам важно, что именно у нас разрешающие списки только с литералами работают, а не с чем-либо другим. Потому что мы можем очень просто представить список как сумму. Как это работает? У нас есть список, у нас есть результаты. Дальше мы говорим, что по факту слагаемые. В этом слагаемом выполнился ИТ и литерал, а все литералы до этого не выполнились. Ну и у нас получается, что каждая слагаемая отвечает за ИТ-условие в разрешающем списке. Ну, соответственно, эта сумма, на самом деле, в точности есть наш разрешающий список. Вот. Ну, соответственно, дальше задача сводится к приближению конъюнкции. Каждую конъюнкцию в лавенце сервидео приближали отдельно, но потом подставляли приближение и говорили, что это работает. Ну и вот тут возникает уже главная проблема, что если мы приближаем каждую конъюнкцию отдельно, то нам это надо сделать с заметной точностью. Поскольку у нас слагаемых h, нам надо точность хотя бы 1 делить на h. Ну и, соответственно, у нас h переменных в списке. Ну и есть результат на эту тему, что если мы хотим приблизить конъюнкцию из h переменных с точностью 1 делить на h, то нам нужна степень корень из h лугаш. Соответственно, от логарифма мы избавиться не можем. Нам надо придумать что-нибудь новое. Вот. И это что-то новое. Это техника на основе излеза Шерстова как раз. Она как раз была из статьи про приближение симметричных булевых функций. Тут очень упрощенная формировка. Но нам и такой хватит. Собственно, тут идея какая? Что у нас есть некоторые константные параметры d и ε. Да, тут, к сожалению, дублируется он к степени ничего общего не имеет. Я сейчас скажу, за что он отвечает. И вот хитрыми манипуляциями с многочленами Чебушова там строится следующий многочлен. Он имеет степень корень из n. И работает таким образом. Если у нас переменная вещественная лежит от оторвали от нуля до одного, то многочлен равен примерно единице с ошибкой ε. А если он больше 2 и до n, то многочлен равен примерно нулю. Но при этом, чем дальше он от нуля, тем лучше приближение становится. И вот корреспорент rd отвечает за то, насколько быстро приближение будет к нулю стремиться. Собственно, в оригинальной теореме d и ε были не константы, конечно. То есть они возникали где-то и в степени. Ну да, они в основном степени возникали. А это точно вот только в 2020 году появилось? Что-то такое вроде бы раньше было. Ну, статя 6, точно в 2020 году была. Ну, в 2020 году она опубликована была, в плане чуть-чуть раньше. Нет, я понимаю, но это, по-моему, лет 30 назад уже что-то такое было, если не раньше. Нет? Что-то путаю. Коля, а ты не помнишь? Ну, не было такого, конечно, чтобы стремилось с ростом t к нулю с такой скоростью. С такой скоростью не было. Понятно. Значит, я перепутал. Вот, ну да, в целом это, не знаю, в общем, было или не было, но результат достаточно полезный. Так что, наверное, если было, где-то возникло. Вот, собственно, почему мы константы тут, да и всем выбрали, это чтобы было проще вес оценить. Соответственно, вес у этого многочленина получается не очень большой, всего же в 20 степени коринизен. Ну, потому что там в основном многочленина еще бы шло. Сейчас, погодите, вы нам не объяснили, причем здесь этот многочленин. Да-да-да, это я сейчас объясню. Ну, я просто эту ремарку про вес скажу, потому что она нам понадобится. Вот. И еще про вес связанное, что для того, чтобы мы это могли в ППФ использовать, нам нужно, чтобы у нас многочленинные целочистные коэффициенты были, и это можно тоже не очень сложным образом добиться. и, во-вторых, ну, во-вторых, коэффициенты тут будут рациональные, во-вторых, их можно не очень большие константы убрать. Тогда, ну, понятно, что здесь надо везде будет на константы все умножить, но константа не очень большая, и для ППФ это вполне пойдет. Вот, а идея, собственно, да, в чем, собственно, идея этого многочлена? Что, ну, по факту, примерно так оперирует конъюнкция, то есть она около нуля, она равна единице, ну, точнее, если ее развернуть правильно, это может опировать, а затем она равна нулю. Но вот в отличие от обытья, и это приближение... Смотрите, вы имеете в виду, около нуля это сумма переменная, что ли? Ну, в данном случае, нам отразить-то надо. Это от одной переменной многочлена вообще. Да, но мы будем представлять, естественно, тут сумму переменных. То есть n минус сумму, да. Это больше похоже, что ли, на отрицание дизъюнкции? Ну да. Ну, я говорю, если мы будем подставлять в этот многочлен n минус сумму, то мы должны получить конъюнкцию. Ну, соответственно, в сравнении с обычным приближением конъюнкции, у которого тоже степень корень из n, чем меньше переменных в конъюнкции выполнено, тем лучше приближение, и, собственно, мы хотим это эксплуатировать. Потому что у нас, на самом деле, конъюнкции не случайные в разрешающем списке, а вполне конкретные. И, собственно, сейчас я расскажу, как это можно применить. Вот, как мы это применяем. Ну, сначала мы также выражаем разрешающий список, как Lavin, SirVideo. Вот, и зачем как раз появляется вот этот многочлен, где мы просто берем... Вот мы выражаем на 3, это по техническим причинам, потому что вот здесь начинается только с 3 работа. Вот. Соответственно, мы выражаем на 3, но идея такая же, да. И тут мы, в отличие от кого-то из этого видео, берем только конъюнкции от отрицательных литералов. Идея в том, что для каждого последующего слагаемого эти множества переменных будут вкладываться. И это нам очень полезно. Вот, а, соответственно, этот многочлен, да, он, как я сказал, работает, что, типа, если все литералы конкретно здесь не выполнены, то значение этого многочлена будет равно 0. Соответственно, это означает, что конъюнкция выполнена. Вот. А за каждый выполненный литерал значение этого многочлена будет повышаться на 3. Это как простое следствие. У нас получается, что если 0 из конъюнкции не выполнена, то значение многочлена хотя бы 3. И, как я сказал, множество литералов вкладываются, и поэтому за каждый не выполненный литерал значение всех следующих многочленов увеличится на 3. А зачем вам важно то свойство, что там убывает со степенной скоростью? Вот, да, это я сейчас покажу. Это последний слайд. Вот здесь, если определение понятно, то я уже перехожу, видимо. Да нет, ну не то, чтобы это может было понятно, но так можно поверить, наверное. Да, вот. А, собственно, зачем степенную нужно? Да, про это следующий слайд я добавил. Вот. Тут идея какая. Соответственно, ну что мы делаем? Мы просто заменяем конъюнкцию на вот этот многочлен, в который представляем мы разность переменных. И что мы можем теперь рассказать про каждое слагаемое в этой сумме? Во-первых, мы оставили здесь литерал, который не был под отрицанием. Соответственно, если он не выполнен, что означает, что изначально условие не было выполнено в разрешающем вписке, то этого слагаемого в сумме не будет. Ну и хорошо. А теперь, если литерал выполнено, то у нас есть два случая. Либо этот литерал был первый, либо нет. Если литерал был первый, то для него, соответственно, в его конъюнкции все литералы другие не были выполнены, соответственно, для него этот многочлен равен нулю, и он приближается к единице. Вот этот многочлен приближается к единице. И, соответственно, абсолютное значение этого слагаемого у к единице, а знак у него, соответственно, b. Вот. А теперь, наконец, зачем нам нужно было отстепенное приближение? Для всех остальных у нас остались какие слагаемые, у которых литерал выполнен, но при этом они не первые. Соответственно, значение этих литералов хотя бы 3, и они строго увеличиваются. И увеличиваются на 3, но это уже не столь важно. Главное, что они увеличиваются, увеличиваются хотя бы на 1. Вот. И, соответственно, если мы оценим сумму, то она будет сходиться как раз как сумма квадратов или любой другой степени, которую мы выберем. Это достаточно быстро сходится в константе. Соответственно, вот за счет того, что у нас многочлен гораздо быстрее сходится к нулю, и за счет того, что у нас каждая следующая оставшаяся слагаемая все лучше и лучше приближается, мы получаем, что можем всю остальную сумму ограничить. Так у вас там, я не понял, там же скорость была какая-то, D было. Да, я просто фиксирую квадрат. D равно 2 сейчас, да? Да, ну вот я выберу. Ну да, собственно, я выберу многочлен. Epsilon – это какая-то точность. Мы его там просто, по-моему, одну сутую поставили. Это не суть важна. 3H – ну это примерно размер разрешающего списка. 3 тоже для технических, но и 2 – это как раз скорость сходимости. Квадратов здесь достаточно. Так я не понимаю, вам нужны эти многочлены шерстового только для D равно 2, что ли? Нам понадобится, да, для D равно 2. А как же у вас там получается какой-то 3D с ростом D веса, за счет чего там будет уменьшаться? Или это просто путанцевое значение? Да, это я проговорил. К сожалению, тут не очень хорошее. Что D вот здесь – это, к сожалению, не степень. Это параметр. Откуда у вас большая степень будет возникать тогда? Степень будет возникать, потому что степень этого многочленов, корень из n. А n чему будет у вас равно? Какому n-то вы будете применять? А, вы там будете разбивать на кусочки, что ли? Да, у нас будут кусочки. И вот n будет размер вот этого кусочка. Ну, понял. Да, вроде помню. Вот с обозначениями, к сожалению, есть проблемы. Но я старался. Если размер кусочка большой, то и степень получается большая. Из-за этого будет. Да, все так. Но если у нас размер кусочка маленький, то степень у нас получается маленькая. Но у нас этих кусочков много. Тогда вес придется большой вот у внешнего. Да, у внешнего приближения будет большой вес. Соответственно, вот там как раз множитель был n делить на h и второй. Вот второй слагаемый – это вес от внутреннего приближения, а n делить на h – это от внешнего. И вот, соответственно, их нужно балансировать. Вот. Это, соответственно, идея была для внутреннего приближения. Ну, а внешнее мы оставляем как есть. И получаем результат. Ну, и, соответственно, как я говорил, тут достаточно подставить параметр сходимости 2. Константу словно 1,2 или 1,00. В общем, что-то большое, чтобы это не мешало внешнему приближению. Ну, и мы получаем хорошую степень и хороший вес. Собственно, это, наверное, основной результат. Это вот то, что вы теорема 1 называли, да? Да, это теорема 1. Вот. Если есть вопросы по теореме 1, то, наверное, стоит задать сейчас. Черт, прошу прощения, тут у вас прямо на слайде написано теорема 1. Я не заметил. Я уткнулся в список. Ладно, давайте я тогда перейду к теоремам 2 и 3, соответственно. Да, я думаю, можно дальше переходить. Вот. Но с ними заметно проще. На всякий случай формулировки я вынес, потому что они достаточно давно были. Но это в точности те формулировки, которые были. Вот. Соответственно, теорема 2 на самом деле это простое средство теорема 1. Собственно, нас что волновало? Нас волновало, что мы приближали конъюнцию от N переменных. Ну, от H переменных в данном случае, где H это размер списка был. Из-за этого у нас вот этот многочлен АИ, который равнялся, где у нас определение было. Сейчас, постойте. Вы что доказываете? Теорема 2 или теорема 3? Теорема 2. Ага. Теорема 3 это простое следствие теоремы 2, но мы пока об этом не думаем. Мне кажется, я сказал, что теорема 2 это простое следствие теоремы 1. А, вот так. Ага, понял. Теорема 1, да, конечно. Теорема 2 это следствие доказательства теоремы 1 или формулировки? Доказательства. Ну, в плане, что из доказательства теоремы 1 легко получить доказательство теоремы 2. Ага. Вот, собственно, что нас в основном волновало в теореме 1, что у нас вот этот многочлен может иметь оба значений от 0 до 3N, кажется. И, соответственно, если мы ограничиваем МЗС входа, то выясняется, что оба значения этого многочлена на самом деле сильно сужаются. То есть она уже будет зависеть не от N, она будет зависеть только от K. Ну, да. Ну, и, соответственно, дальше мы применяем вот это рассуждение, которое внутреннее приближение. И получаем хорошую оценку, а внешнее приближение нам даже там не понадобится. А почему мне не понадобится, интересно? Ну, потому что внешнее приближение у нас зависело, когда у нас трейдов был между степенью и весом. А здесь у нас трейдов и нет. Мы явно зафиксировали и степень и вес под параметром отказывающим. Поэтому внешнее приближение тяжело сделать. То есть там можно было попробовать, но, по-моему, получается, что вот этот параметр типа N делить на H, он заметно больше, чем K. Ну, то есть технически теорему 2 доказать даже проще. То есть если вот так вот разбираться с техникой, то надо понять, как доказывается теорема 2, а потом в теореме 1 еще вот есть внешняя аппроксимация, чтобы обеспечить трейдов. Ну, внешнюю аппроксимацию это можно взять как черный ящик. Ну, я понимаю, но тем не менее. Да, ну, наверное, тогда можно так сказать. Нет, нет, я чтобы понять соотношение, потому что это вы не буквально теорему 1 применяете, вы на самом деле ту же самую технику используете, но даже действительно в более простом виде. Ну, я применяю вот точности, да, технику из теорема 1 и одну идею добавляю, что оба значения на качестве на А не очень большая. И да, дальше все так же идет. Так что да, теорема 2 в целом, ну, я бы не сказал, что она сложнее, а возможно и проще действительно теорема 1 по доказательству. Вот, а теорема 3, она с этой техникой вообще не связана, но она сильно опирается на результат Бейгеля. Вот результат Бейгеля, который тоже уже был. Вот, это достаточно старый результат. Ну, Бейгеля нижняя оценка, у вас же верхняя вроде. Вот, да, это было то, что я сказал про теорему 2, а теперь я хочу перейти к теореме 3. А, тоже нижняя оценка. Да, она тоже нижняя. Ну, да, соответственно, теорема 2 – это верхняя была, теорема 3 – соответствующая и нижняя. Ну, условно, соответствующая. Вот, она по факту просто говорит, что мы можем при некоторых условиях перенести оценку Бейгеля. Тут, соответственно, нам немножко бы посмотреть, как работает оценка Бейгеля. Поэтому я быстренько это попробую рассказать. Идея Бейгеля была такая, что у нас есть вход. Мы изначально предполагаем, что он просто из всех нулей состоит, а дальше мы его разбиваем на блоке размера d квадрат последовательное и пытаемся их как-то заполнять, чтобы получить вход, на котором значение списка будет большим, абсолютное значение. Ну, а если у списка абсолютное значение в какой-то точке большое достигается, то у него и без большой. Ну, понятно, потому что у нас входы только из нуля единицы стоят. Вот, соответственно, идея такая. А дальше идея, что мы просто поочередно заполняем каждый блок и стараемся удвоить абсолютное значение. А если мы удвоить не можем, мы приходим к противоречию. И, соответственно, противоречие как строится. Вот мы на item-блоке. И пусть мы не смогли найти вход, который удваивает абсолютное значение следующего. Тогда мы все значения предыдущих битов вставляем как есть. Дальше вот в item-блоке, который мы не смогли заполнить, мы каждый четный бит заполняем нулем, а каждый нечетный делаем новый переменный. И остальные биты после этого блока все считаем нулем. И тогда у нас от max-бит просто по определению на самом деле, так как мы заполнили все биты одной четностью, у него значение всегда будет меньше нуля. И при этом мы считали, что по индукции, что до этого назначение было больше 2 степени. И мы не смогли достигнуть значения минус 2 степени и плюс 1. Вот. Если переглядеться, то это снова получается приближение для иля. Ну, это у нас было раньше приближение для и, а здесь тоже похожая идея, что приближение для иля. И, соответственно, там так подбирается количество новых переменных, количество новых переменных, что у нас слишком хорошая степень для приближения становится. Ну, то есть, по факту все операции, которые мы сделали, мы просто какую-то подстановку делали, соответственно, у нас степень многочлена не повысилась от этого. Возможно, понизилась, но она точно не повысилась. Вот. А, соответственно, количество переменных диктует, какая степень минимальная может быть в приближении. Соответственно, из-за правильно подобранного размера блока мы приходим к противоречию. Вот. Это не суть важного, на самом деле, для понимания нашего результата. Что важно, на самом деле, что вот это свойство, оно локальное было. То есть, мы противоречия строим только в этом блоке и вводим переменные только в этом блоке. А значения, которые у нас были в предыдущих блоках, нас не особо интересуют. Нас интересует только вот это свойство. Что мы достигли какого-то значения, где два степени достигаем. Я прошу прощения, что-то я вырубился. Значит, D у вас сейчас степень. Да. А блоков у вас, сейчас, что-то я перестал понимать, сколько у вас блоков? У нас блок размера D квадрат. Соответственно, мы делим на D квадрат. А, D квадрат – это размер блока. Это не количество блоков, а размер блока. Все. Да. И тут, собственно, идея, что у нас блок размера D квадрат. Я понял. И чтобы приблизить конъюнцию, нужно степень, корень с D квадрат, то есть D. Ну, и там противоречия возникает. Все. Извините, я просто перепутал размер блока и количество блока. D квадрат. Да, да, да. Вот. И, соответственно, идея основная, что нам, если мы хотим сохранить единичек и использовать как можно меньше единичек, то когда вот мы строим, заводим новые переменные, мы можем просто переиспользовать единицы из прошлых блоков. Соответственно, предположим, что у нас в прошлом блоке была единица, мы заменяем ее на один минус и один минус новая переменная и в новом блоке добавляем новую переменную. Соответственно, если в новом блоке эта переменная будет единица, то в предыдущем блоке появится ноль. Соответственно, мы на самом деле этим не увеличили количество единиц. Что-то я не понимаю. Ведь вот вы достигли какого-то значения многочлена. Вы достигли его на каком-то только одном значении переменных. Как же вы можете его менять теперь? Да, я говорю, вот у нас, допустим, мы достигли его значения на каком-то переменном. А может, на всех других значениях переменных оно не будет достигаться? Что же вам делать? Все так, да. Вот у нас мы достигли его на каком-то конкретном значении, и пусть у нас в этом значении есть единица. Тогда я, когда завожу в этом блоке новую переменную, я заменяю единицу в предыдущем блоке на один минус эту переменную. И, соответственно, если у нас был вход из всех нулей, на котором мы как раз хотим достигнуть большое значение, то у нас один минус ноль будет един, и мы как раз на этом же значении остались. не, ну, это так на словах, конечно, не понять. Да, тут бы порисовать, возможно. Я не знаю, я смогу, кстати, здесь. Ну, по идее, сможете, конечно. Там есть доска. Можете, по-моему, прямо на слайдах порисовать. Если организатор конференции такое разрешил, конечно. Сейчас. Я ничего не запрещал, точно. Ну, попробуйте посмотреть. Вот. Да, все прекрасно. Отличный рисунок. Вот, да, соответственно, пусть у нас вот у нас был блок какой-нибудь. Пусть у нас там были вот так, достаточно на тачпаде не кривально будет. Но я справлюсь. Пусть у нас, допустим, там было вот такое значение блока, и мы хотим сделать новое значение. Соответственно, мы что делаем? Мы заполняем биты одной четностью нулями, а здесь хотим ввести новую переменную. т1 и т2. Тогда я что говорю? Я вот просто вместо этой единицы подставлю 1 минус т1. Куда вы подставите 1 минус т1? Вместо вот этой единицы. Куда подставите? Вместо вот этой единицы. Я просто вопрос не понимаю. Давайте я вот здесь сотру единицу. Сейчас. Это у нас конкретные значения. Вы туда ставите какие-то линейные функции. Да, мы сейчас пытаемся... Нет, ну как, были конкретные значения, вместо них можно поставить и какие-то... мы строим значения, мы хотим построить... Мы смотрим наш многочлен, заменяя конкретные значения на линейные функции. Вот так. Ага. И при t1, равном единице, там была единица, при t1, равном нулю, все будет хорошо. Да, если у нас вот здесь все нули будут, то мы получим то же самое значение. Подстановки, они там степень не меняют. Да, это же линейные все подстановки. Ага. То есть, либо мы подставляем константу, они могут даже понизить степень, либо... То есть, мы многочлен подставляем, эту подстановку делаем. Да, мы берем изначально многочлен и делаем подстановки. У него либо конкретных значений, либо линейных функций. Угу. Но в идеале мы хотим, чтобы мы всегда подставляли конкретные значения, и, наконец, мы получим конкретные значения, на котором значение многочлено очень большое. Угу. Вот, да. Соответственно, по сравнению с Бигелем, вот идея единственная такая, что раньше мы просто не задумывались и делали вот здесь t1, t2, а теперь, если у нас есть единицы, мы их заменяем на 1, минус 1, 1, минус 2. И, соответственно, при таком подходе нам нужно, на самом деле, столько единиц... Сейчас, ну секунду, вот давайте с этим примером разберемся. Вот эту единицу вы заменили на единицу минус 1, но вторую единицу вроде бы не нужно. Тут же 0 на третьем месте. Нет, у нас... Ну, мы в любом случае заменим. Где у нас? 1, минус 2, ну ладно. Тут что важно, что если мы подставим t1 и t2 нули, то мы и вернемся к предыдущему значению. Вернемся, да. А если мы подставим, если хотя бы одна из переменных 1, то odmaxbit так устроен, что значение этого блока будет неважно, потому что он смотрит на биты справа налево, пытается найти первую единицу. Да, понятно. Соответственно, значение odmaxbit от этого блока уже зависеть не будет. Нам важно, чтобы оно было ровно таким же, когда вот здесь все нули будут. Это единственное свойство. Вот. Тут надо добавить, что это не моя идея, а вот эта идея была как раз Владимира Владимировича. Вот. Ну, соответственно... Маленькие хитрости называются. Да. Она как раз дала это старт ко всей работе, я бы сказал. Да, ну, соответственно, и дальше понятно, что нам нужно только столько единиц, сколько размер блока. Размер блока до квадрата. Соответственно, если хотя бы до квадрата, то мы можем просто повторить доказательства Бигеля и получить экспоненциальную оценку. Вот. У меня, кажется, тут все. Я из-за того, что рисую, теперь не могу слайды перелистывать, но у меня больше слайдов, кажется, не было. А странно, то есть слайды уже не листаются после этого, да? А, вот все. Теперь могу. Вот, да. Ну, собственно, вот. Ну, понятно, да. То есть вы уже все рассказали, что собирались. А это слайда соды, что ли? Откуда? Ну, там не сода, там другая конференция. Там, да, там Исаак был. Ну, да, это вот как раз с позавчерашнего доклада моего. Я тут пару слайдов добавил для подробности на целом Итаня. А, Исаак. Исаак, да. Ну, что, есть ли у кого-то вопросы? Задавайте. Как, в принципе, спрашивали по ходу дела. Так что может быть. Ну, мы в любом случае можем начать с того, чтобы благодарить докладчика. Обычно в научных семинарах начинаются с этого, а не с вопросов. Ну, а теперь все-таки вопросы, если есть. Ну, я не знаю, у нас еще время есть. Может быть, вы в двух словах объясните, как это связано с задачами обучения. Вы коротко сказали, но я как-то не осознал, просто не хотелось на это отвлекаться в тот момент. задачи не обучения, как оно связано. Вот тут я, на самом деле, вряд ли хорошо могу сказать. Ну, тогда и не надо. Нет, нет, это, в общем, не обязательно. Я могу, если про такое сказать, как оно... Ну, скажем так, вот то, когда вы говорили, что обучаются, не обучаются, это в какой модели? Вот это пэк-лёрнинг или что-то другое? В пэк-лёрнинге оно тоже, там сведение есть, но это оно как-то по-другому называется, про онлайн, где просто модель такая, да, что дается запрос, и модель должна дать ответ. А, а, понятно. И, соответственно, считается это, во-первых, за сколько шагов модель будет уверена в функции, а во-вторых, сколько неправильных ответов она дала. Да, понятно. Ну, если можно сказать, я немного могу про это, как она с симметричными булеменными функциями связана. Собственно, вот зачем изначально вот этот результат возникал, вот этот. Там идея была, что доказывался даже более сильный результат, что пусть нас дана произвольная функция, и мы хотим ее расширить, то есть сделать больше переменных, но при этом на всех переменных большего значения она будет всегда равна только нулями. И, соответственно, на всех переменных с большими номерами? На всех входах с большими весами. А, с большими весами. Вот. И, соответственно, это достигалось просто тем, что надо функционный индикатор домножить, индикатор отрезка. Ну да. И вот это один из шагов к тому, как этот индикатор получить. А дальше симметричная булевая функция. Там есть классический результат, что ее степень зависит от отрезка, на котором она постоянно в середине. Ну, то есть, например, конъюнкция, она почти всегда постоянно. То есть у нее почти всегда значение 0, поэтому у нее степень корень из n. у парити у нее значения всегда меняются, поэтому у нее на самом деле даже приближающий степень равна n. Вот. И, соответственно, вот, там просто выделялся этот отрезок, на котором она константна, и с помощью индикатора он продлялся до конца. С помощью этого можно было приблизить. Ну, а вот, например, для этой функции большинства для мажорити? Да. У нас посередине нет, только где n должна быть степень приближающая. Понятно. Там важно, чтобы отрезок посередине был. То есть, там берется такое k, что если мы станем n пополам и будем смотреть влево, будем смотреть вправо, значения будут одни и те же. Одни и те же. Будем смотреть как можно дальше. Вот. У мажорити, мы, кажется, в середину встаем и сразу значения разнятся. Меня все-таки удивляет. Вот, если тут не убывание, а просто константа, ну, там близко к единице, тут близко к нулю, это точно есть в задачнике поля и сеге. Ну, какая-то похожая задача. Если d равно единице, если d равно единице, да? Нет, если d равно нулю. А, ну, это просто приближение. Нет, но там просто, я помню, что в этом разделе задач много, и у меня было ощущение, что там, может быть, я уже очень давно в этот задачник заглядывал, у меня было ощущение, что там и какие-то убывающие оценки есть. Но это надо смотреть. И вы сказали, что это все равно какая-то комбинация многочленов Чебушова. Ну, там не только многочлены Чебушова, но сильно основаны на них, да. Но справедливости рать результат, где d равно нулю, он же тоже, по крайней мере, в терминах буревого функции он лет 30 назад был получен. То есть, не то, чтобы супердавно. Ну, правильно. А в задачнике поля и сеге это было лет 70 назад. Это просто люди, которые занимались теоретической информатикой, ну, открыли этот задачник. А так, вообще-то, я честно скажу, что студентам я эти задачи даже пытался решать, но про них забыл, потому что я не видел у них большого смысла. Так просто вот мне посоветовали, что вот интересная задача, я с ними помучался и забыл. И потом уже, когда стал читать вот те работы, где это все возникало, вспомнил БАД, это же вот то, 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 это очень важно. Наверное, все-таки, Шерстол все-таки вряд ли бы не посмотрел в поле осигена. Наверное, там все-таки какие-то другие задачи, а вот такое убывание, ну, понятно, что гораздо более сильный результат, тут спору нет. и буквально там, когда Д равно нулю, там не перенесется, там какая-то дополнительная хитрость нужна. То есть, это все надо понимать, что у Шерстола Д и Эпсилл на самом деле не константа. То есть, не там, как-то участвует в степени тоже, по-моему, там добавляется Д плюс логарифм 1 делить на Эпсилл, что-то такое. Ну, это уже, это уже, а, ну, в смысле, Шерстола мог бороться именно за вот неконстантный рост. Да, да, ну, соответственно, это больше возможностей дает в плане, что и приближение неконстантное Ну, я понимаю, да. Ну, не знаю, может быть. В общем, если не поленюсь, тут просто у меня уже это самое, копытом стучат соратники и надо с ними беседовать. Вот-вот, да. Но если, если время будет, я все-таки открою поле Сигея и попробую посмотреть. Но, наверное, я перепутал, я все-таки думаю. Там для каких-то тригонометрических многочленов оценки вот какого-то такого типа, может быть, я с ними перепутал. Но там не может быть убывания для тригонометрических многочленов. там какие-то тригонометрические видео в контексте теоремы Маркова. В плане, когда в таком контексте не видел. Для теоремы Маркова они точно используются, но в общем, что-то я по видео спутал. Почему-то мне казалось, что и с убыванием есть. Ну, ладно, в общем, я извиняюсь. Ну, спасибо, что вы, по крайней мере, просветили, потому что вот я про такое активно не помнил. О шестом, ну да, вот он пару лет назад это сделал, ну, правда, там с возрастанием. Хорошо. Ладно, значит, какие еще вопросы есть? Лучше нет. Можно заканчивать. Ну, если нет, наверное, можем заканчивать. Чушь. Спасибо еще раз, Николай, за интересный доклад. Давайте еще раз вас поблагодарим. Спасибо. Он был гораздо понятнее, чем предыдущий доклад на семинаре. Никаких нейронных сетей, никакого русского языка. То есть, технически, конечно, тут я подозреваю очень много тонкостей, которые мы не обсуждали, но про что речь и что делается, было понятно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok,